Я люблю начинать наши путешествия наверху. Отсюда прекрасно читается география города. Хребты корпусов и утесы высоток обтекают улицы, на перекрестках площади или скверы. А какие важные городские объекты отсюда практически не видны. Но только если перегнуться через парапет, дворы. Здравствуйте! С вами по-прежнему Михаил Жебрак. Сегодня мы поговорим о малозаметном, но существенном элементе городской среды, о двориках. Ведь так важно иметь хороший двор, где немного зелени. Бабушки сядут на скамейках, ребята гоняют в футбол. Хочу показать вам несколько любопытных московских дворов. Пойдемте, нам в подворотник. Пешком Здравствуй, здравствуй, мой Сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, опершись на забор, На войну опоздавшая юность. Вот тельняшка. От стирки бела. Вот сапог. Он гармонию надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Это Висбор о своем дворовом детстве. Опоздавшая юность. Вот тельняшка. От стирки бела. Вот сапог. Он гармонию надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Двор раньше был центром жизни для обитателей окрестных домов. Здесь играли дети. Взрослые забивали козла и общались. На веревках над клумбами сушилось белье. В углу стоял турник, а позже теннисный стол. Ну а в центре гипсовый пионер. А может быть, вот такой фонтан. Во дворах праздновали свадьбы. Молодежь устраивала танцы. Помните, у Акуджавы. Во дворе, где каждый вечер все играло радиола. И пары танцевали до утра. Приемники были не у всех. И музыкой делились. Да что говорить. Когда появились первые телевизоры, то интересные передачи собирались смотреть всем двором. Так что во дворах дружили, влюблялись, дрались. Двор на двор. Мы с вами совершенно в уникальном месте, недалеко от станции метро «Октябрьское поле». Больше в Москве подобных дворов нет. Посмотрите, мощные арки с вазами соединяют одиннадцать двух-, трех- и четырехэтажных зданий, похрашенных в желтые и бежевые тона. Между зданиями фонтаны. Местные говорят, что это немецкие дворики или даже немецкая слобода. И сторожилы утверждают, что этот квартал построен пленными немцами для советских офицеров. Настя, домой! Нет, мамочки, ничего! В Москве существует устойчивая традиция подобные невысокие строения с острыми кровлями называть немецкими домами. Якобы их строили пленные после 1945 года. Ну, помните, как у Высоцкого? На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножички. Это не более, чем миф. Конечно, некоторые здания возводили пленные, но вообще они появились в Москве еще в 30-е годы. Да и вообще сложно предположить, что пленные строили бы еще и по своим чертежам. Нет. Просто в нашей бедной стране подобное добротное жилье с высокими потолками, чуланами и черным ходом воспринималось как западная зарубежная роскошь. Чечулин был создан в конце 40-х годов дуэтом архитекторов Дмитрием Чичулиным и Михаилом Куповским. Чичулин был в 45-49 годах главным архитектором Москвы. Он проектировал высотки, здание правительства на Краснопресненской набережной, гостиницу «Россия», станции «Метро», «Охотный ряд» и «Комсомольская». Видите, какой крупный мастер и как ему хорошо удавались малые формы, московские дворы. Раньше почти в каждом дворе, кроме такой спортивной площадки, а мы ее в детстве называли «Коробочка», обязательно были «Голубятни». Неприхотливые сарайчики с сетчатым верхом. Но это уходящая натура, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Это из песни Висбора о Сретенке. Ты помнишь, друг, команду с нашего двора, послевоенный над веревкой волейбол? За голубями ездили на птичий рынок. Он находился в Калетниках. Я очень хорошо помню, что целые ряды были отданы любителям почтовиков, бакинцев, разных турманов. Отправлялись туда и выискивать ворованных птиц. Переманивать голубей – это было особое занятие городское цыганство. Московские власти начали борьбу с самостийными голубятнями. Их почти не осталось. Да и нынешняя молодежь уже не увлекается полетами турманов и чаграшей. Современные голубятники – люди солидного возраста. Тем более, что на крыше сейчас не выйдешь, так что там не увидишь человека с махалкой, гоняющего свою стаю. В вашем дворе голубятни остались, в моем нет. И чтобы показать своему сыну породистых птиц, мне придется долго выискивать подобное сооружение. А жаль, ведь без голубей наше московское небо стало намного беднее. Лучший зал Музея изобразительных искусств имени Пушкина, по моему мнению, итальянский дворик. Но там, где копия Давида, конечно, ставить статуи во дворах – это не только итальянская или музейная традиция. У нас в Москве раньше во многих двориках стояли гипсовые пионеры с горным и даже маленькие ленины. Их почти не осталось, у нас ломают, да и качество они были довольно среднего. Если мы хотим увидеть хорошую скульптуру, то надо идти во двор к скульптору. Где еще хранить свои работы художнику-монументалисту? И мы пришли во двор мастерской скульптора Александра Рукавишникова. Не очень знакомая фамилия, а со скульпторами всегда так. Мы помним их произведения, но не знаем имена. А Александр Рукавишников поставил в Москве очень много статуй. Его Никулин выходит из машины возле цирка. Шолохов в лодке плывет по бульвару, а Достоевский присел возле российской библиотеки. А здесь во дворе стоят памятники, которых еще никто не видел. Посмотрите, какой, например, неформальный Пушкин развалился в креслах. Мне кажется, он гораздо лучше тех маленьких человечков, которых нам под видом великого поэта поставили по всей Москве в год двухсотлетия со дня его рождения. А вот это памятник влюбленным. Тоже уникальная скульптура. Мы ее с вами еще не видели. У них даже ноги оторвались от земли. Мне кажется, это мастер и Маргарита. Но это до конца не важно, потому что это просто собирательный образ влюбленной пары. Рукавишников сделал большую скульптурную композицию, посвященную роману мастера Маргарита Булгакова для патриарших прудов. Но там места скульптурам не нашлось, и часть его работ стоит во дворе мастерской. Как, например, вот этот большой автомобиль за рулем в крагах и фуражке «Грач». Ну, помните в романе «Грач зажег фары и выкатил из ворот мимо мертво спящего в подворотне человека». И огни большой черной машины затерялись среди других огней на бессонной и шумной садовой. Машина удивительная. Она наполовину собрана из механических деталей, а наполовину из природных элементов. Смотрите, крылья покрыты перьями, сзади клешни омара, руль вообще держится на ананасе. Ну, а вот это реплика из другого, не менее талантливого произведения. Смотрите, что можно сделать из простой швейной машинки Зингера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пешком. Мы с вами посмотрели скульптуру, а теперь можно поговорить о рисунках во дворах. У нас немного расписных двориков. Нет ни фресок на фасадах, ни ярких плакатов внутри. В Москве это не принято. Конечно, иногда жильцы сами расписывают технические строения. Гаражи, бойлерные подстанции. И тут есть такая закономерность. Если вы нарисовали лебедей на пруду и буратино под грибочком, да еще в нарочито примитивной манере, то власти посмеются и оставят. А если сделали технически сложный современный рисунок, да еще и с мыслью, могут объявить вандализмом. Тем не менее, в Москве есть очень интересное место. Недалеко от станции метро «Китай-город» в Хохловском переулке расположен узкий извилистый переулок. Он весь заполнен произведениями современных уличных художников. Сюда приходят посмотреть то, что называется граффити. Такие рисунки делают аэрозольными красками. Поэтому другое название искусства – спрей-арт. Подобный дворик мог появиться только потому, что здесь нет офисов крупных компаний, которые все бы закатали в пластик и мрамор. В этих старинных зданиях расположены студии, творческие мастерские, дизайнерские бюро, небольшие магазинчики. По мне, граффити делают наш город живее и интереснее. Я бы обязательно выделял свободные творческие зоны для работы уличным художником, чтобы можно было прийти и увидеть что-то неожиданное, загадочное. А еще бывают дворы проходные. Это когда с одной улицы на другую можно попасть через систему дворов и переходов. Обычно такие пути знают местные, но вы не стесняйтесь, исследуйте. Внутри можно встретить очень интересные здания. Например, вот за этим неприхотливым фасадом по газетному переулку скрывается дворец князей Меншиковых. Да-да, этот дворец принадлежал тем самым Меншиковым, ведущим свой род от любимца Петра Первого. Здесь жил внук генералиссимуса и светлейшего князя Римской империи Александра Меншикова. Посмотрите, роскошный балкон нависает над парадным двором. Над балконом портик из шести полуколон Коринфского ордера. Но как получилось, что княжеский дворец прячется во дворах? Раньше владение выходило красивым полукруглым двором на оживленную аристократическую Никитскую улицу. Но земля в центре дорога во все времена. И вот уже более чем сто лет назад был построен дополнительный корпус, который отделил дом от улицы. И теперь, чтобы полюбоваться дворцом Меншиковых во всей красе, надо нырнуть в подворотню. Дворец строил Матвей Казаков. И есть предание, что он получил такой большой гонорар за работу, что сумел открыть на эти деньги собственную архитектурную школу. Посмотрите, вот это здание построено сто лет назад. Сейчас здесь гостиница. А из старинных построек, которые когда-то окружали в центральный дом, сохранился левый флигель, в вогнутой стене которого проезд во внутренний хозяйственный двор. В таких переходах лучше всего играть в классическую дворовую игру. Казаки-разбойники. Вы не играли? Помните? Это когда одна команда считает, а разбойники должны успеть спрятаться, обозначая свой путь стрелками. Мы с вами идем в уникальное место. Оно расположено между Маховой и Романовым переулком. 450 лет назад мы бы пришли на опричный двор царя Ивана IV. Дело в том, что царь разделил всю Россию на земщину и опричнину. И даже переехал сюда из Кремля. А там оставил царя Симеона Бекбулатовича. Конечно, от того опричного двора осталась только отсыпка на метр белоснежным песком. Она под нами, под культурным слоем. Сейчас слева от меня здание Московского университета. Справа обычное московское офисное столпотворение. А в центре притаился потрясающий храм 17 века. Он построен в 1691 году в честь знамения Богородицы. После опричного двора это владение принадлежало родственнику нового царя Михаила Романова. Затем перешло отцу жены царя Алексея Михайловича Кириллу Нарышкину. Именно он заказал строительство этого изящного храма. Стиль, в котором построена церковь, называется Нарышкинская барокко. Потому что именно во дворах этого молодого, прогрессивного, боярского рода и возводили подобные церкви, сочетающие в себе элементы архитектуры русского стиля, украинского и европейского. Здания этого стиля симметричные, многоярусные, с четким делением на этажи, и каждый ярус по кровле украшен гребнем. Фасады многоцветные, кирпичная стена оживлена резьбой по белому камню. Особенно богато оформляли окна каменными или резными наличниками. Наверху граненые барабаны. Так было принято на украинских церквях того времени. Вообще здесь много новых, необычных деталей. Капители, восьмигранные окна. Так как при советской власти это был двор кремлевской больницы, то в храме разместили кухню и столовую. Из каменной пены торчала большая труба и горло вытяжек. Сейчас, после реставрации, в церкви знамения возобновились службы. Правда, прекрасная церковь, а ведь ее никто не знает. Она ниоткуда не видна, она расположена во дворах. Но вы приходите сюда. Надо всего лишь обогнуть здание университета на Маховой. А в следующий двор я раньше обязательно водил всех своих друзей. Впечатление было сильное. С шумной Петровки мы проходили сквозной подъезд. Этот путь знали немногие. И попадали в абсолютно замкнутый двор, обставленный по периметру средневековыми зданиями. Вот так, через эту дверь, мы попадали в закрытый в советское время Высокопетровский монастырь. Посмотрите, какие вокруг древние стены. Над нами гульбище. Это открытая проходная галерея на аркадах. Так как здесь в советское время размещались разные подразделения Министерства культуры, то там, где сейчас установлены древние надгробия, валялись невостребованные части памятников коммунистическим вождям и советским солдатам. А в церкви надо мной размещалась репетиционная база ансамбля «Березка». В советское время можно было прильнуть к этим окнам и увидеть, что в простенках закреплены зеркала, по всему периметру тянется балетный станок и по паркету скользят девушки. А ведь храм заказывал царь Петр Алексеевич в честь спасения в стенах троицы Сергиевой Лавры от ужасов стрелецкого бунта. Поэтому церковь, посвященная Святому Сергию, украшена особенно богато. Посмотрите, какие роскошные раковины цветы распустились в закомарах. Это дальний двор Высокопетровского монастыря. Монастырь всегда находился под особым патронажем семьи Нарышкиных. И когда вторая жена царя, Алексея Михайловича, Наталья Нарышкина, родила первенца, то его назвали в честь Святого Петра. А отец царицы Кирилл Нарышкин на радостях отписал монастырю свой огромный двор, вот этот, вплотную примыкавший к монастырским строениям. Длиннющее здание боярского дома стало монашескими кельями, но сохранило название Нарышкинские палаты. Сейчас в этом самом большом здании 17 века 26 окошек по фасаду. Литературный музей. Стоит полюбоваться прекрасным белокаменным порталом это вход с гульбища и наличниками в стиле Нарышкинского барокко. Былые советские арендаторы покинули строение монастыря. Литературный музей еще только держится. И в Высокопетровском снова обитель. Вход сюда свободный, так что приходите, осмотрите вот эту уникальную церковь. Самое старое строение монастыря. Храм святого Петра, поставленный в 1517 году итальянцем Оливизом Фрязиным. И обязательно пройдите в дальний двор. Бывшее владение Нарышкиных. Туда, где словно остановилось время. И на часах всегда 17 век. Пешком. Это главный дом усадьбы Охотникова. Немаленький. 70 метров по фасаду вдоль улицы Причистинки. В 1868 году здесь разместилась частная мужская гимназия Поливанова. В 90-е годы это была лучшая гимназия Москвы, писал один из ее выпускников Андрей Белый. Здесь отрицалась казенщина. Преподаватели принадлежали к лучшему московскому культурному кругу. Директор был блестящий филолог. И считал, что основа преподавания в школе это развитие логического мышления и литературного языка. Может быть, поэтому гимназию окончили многие будущие русские литераторы. Соловьев, Волошин, Брюсов, Шервинский, Шершеневич, Белый и шахматист Олехин. Восьмиколонный портик дорического ордера этого здания приподнят на пилоны первого этажа. Здесь достаточно оригинальные колонны. Они прорезаны конвелюрами-борозками на треть высоты. Смотрите, центр здания выделен треугольным фронтоном, а боковые части – красивейшими балконами с геометрическими решетками. Ну, а если вы повернете во двор, то там вас встретят расставленные полукругом строения. Это называется красивым словом «циркумференция». Так как это внутренний служебный двор, то все строения служебные. Каретные дровяной сараи, конюшня, флигели для дворников и истопников. Казалось бы, ну что есть особенного? Службы и службы. Однако таких дворов в Москве осталось по пальцам пересчитать. Конечно, сейчас здесь кругом машины. Но, смотрите, старинное здание, и поэтому здесь сохранилась атмосфера 19 века. Так и кажется, что сейчас из-за угла выйдет высокий костистый старик в просторной рубаке. Скажи-ка, милейший, а где здесь кабинет директора? Вы укажете, и только потом в спину догадаетесь, что это же граф Лев Николаевич Толстой. Он пришел проведать своих детей, которые учились в этой гимназии. Граф настолько нарочито по-мужицки ходил одетый, что однажды служители не пустили его на спектакль по его же собственной пьесе. Вас, я надеюсь, отсюда не выгонят. В сапогах собственного производства уже никто не ходит. В бывшем здании Поливановской гимназии сейчас музыкальная и художественная школы, а также концертный зал, где дают разные представления, доступные широкой публике. Проведена прекрасная реставрация интерьеров. Так что обязательно приходите сюда, и дом посмотрите, и во двор заглянете. Яша, иди к нам! Какой самый известный московский двор? Ну, наверное, из фильма «Покровские ворота». Там, где мальчик играет на скрипочке, а мужчины забивают козла. Вы думаете, что этого уже нет? И центр Москвы превратился в сплошной офис с дорогими ресторанами и магазинами вокруг. Это не совсем так. Смотрите, я сижу во дворе, недалеко от Покровских ворот. И здесь живут люди. Центр города должен оставаться жилым, чтобы офисные, учебные, торговые здания перемежались с небольшими, уютными двориками. Самый мальчик! В магазин посходил любезный друг! Чем же минуту, Маргарита Павловна! Вот, дружок пришел! Навестите! Здрасте! Конечно, современный большой город – это каменные джунгли. И у нас во дворах стоят стада автомобилей. Но, тем не менее, остались и места для игр, и зелень. Там в углу притулился турник, сделанный чьим-то отцом. И даже гаражи с жестяными крышами, по которым гоняют подростки. Большое количество детских площадок. Московские власти так серьезно озаботились этим вопросом, что, мне иногда кажется, у нас больше качелей, чем гуляющих детей. А во дворы надо не забывать выходить и заниматься каким-нибудь полезным делом. Сажать цветочки, разговаривать с соседями, учить ребят старым командным играм. Ведь двор – это такая важная часть нашей городской жизни, а не только стоянка для машин. До встречи через неделю, но уже в другой Москве. Пешком! Пешком!